22 февраля Марина. Письмо называется «Какает только когда спит». Юль, здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Спасибо за ваш труд и внимание к нашим заботам. Моей доченьке вот уже скоро три года. Еще в два года мы потренировались и благополучно начали ходить на горшок по-маленькому. А вот по-большому никак не получается. Она спит днем и ночью в памперсах. Она все знает и понимает, что она должна делать. И что она должна ходить по-большому на горшок. И часто об этом с ней говорим. Но получается так, что днем она не ходит по-большому. Часто приходит с садика и говорит, что живот болит. Когда ее спрашиваем, хочет ли она когти, она говорит «Да». И мы садимся на горшок. Но часто безрезультативно. Безрезультатно. Посидеть на горшке и подождать она тоже не любит. Бывало. Она, конечно, ходила на горшок по-большому. И мы очень хвалили за это. И давали подарок. Но это бывает довольно-таки редко. В основном, даже если она и говорит, что болит живот. И что она хочет какать. Она не какает на горшок, а какает только, когда заснет в кровати. Запоров в ней нет. У меня складывается впечатление, что она просто держит. А потом, когда засыпает, расслабляется и какает. Что вы думаете по этому поводу? Она до сих пор спит в детской кроватке, где не может сама вылезти. Недавно появилась еще одна проблема. Если раньше она не просыпалась, когда какала, то сейчас она начала просыпаться и зовет меня. Но только когда она уже все сделала, в общем. А не заранее. После того, как я ее меняю, я ее все меняю, она уже не может заснуть. Иногда не может заснуть около 3-4 часов. Я думаю, что надо переводить ее в детскую кроватку, из которой она может сама вылезти и снять памперс. И помучиться некоторое время. И помучиться некоторое время. Интересно ваши мысли на этот счет. Заранее спасибо. Кровать вы имеете в виду, из которой он не может вылезти? Вот это вот с решетками, что ли? Ну да, с решетками раньше нужно было уже убрать эту кровать. А мы не сможем, да? Раньше нужно было убрать эту кровать, потому что как только ребенок научился вылезать-залезать, ну, в общем, это где-то полтора года, то уже, да и в год, наверное, можно было убрать пару вот этих палок для самостоятельности, скажем так, для расширения кругозора, для расширения своих границ, для показа того, что ты взрослая и самостоятельная. Ну, в общем, для вот всего кризиса года, для становления, для отделения от родителей, как она это, сепарации, которая в год первый происходит. Вот, в три-то, да, уже должна спать совсем на кровати, которая вот промежуточная между большими, а не там какие-то полутора метровые, наверное, ну, вот эти вот кровати детские. Вот, конечно, да, это нужно. Вот, понимаете, с горшком скаканьем. Есть два пути решения. Третьего не дано. Вот, либо ваш ребенок полностью здоров, у него нет никаких психических отклонений, депрессий, неврозов, чего там еще, всего-всего-всего-всего, то этого ребенка нужно просто оставить в покое, в плане перестать говорить о какашках, о горшке, хочешь-не хочешь, болит-не болит. Просто поставить этот горшок в поле зрения, в поле зрения я, и сказать, захочешь, вот он, не получилось сказать, ну, ничего, в следующий раз получится. Все, других разговоров про горшок и как они быть не должно, потому что, когда часто родители на эту тему говорят, а ты хочешь, а ты покакал, а давай, а давай, а давай посидим, а давай это, то начинается психологический запор. Вы сами же знаете, чем больше за вами бегают, тем больше хочется убежать. Это загон хищника и жертвы. Это всегда было, есть и будет. Как только вы входите в магазин и к вам этот вот консультант бросается, здравствуйте, чем вам помочь, хочется выйти из этого магазина, правда? Потому что мы все ценим свое личное пространство, мы все ценим свое мнение, мы хотим сами принимать решения и подойти к консультанту тогда, когда действительно есть нужда в этом консультанте, а не тогда, когда он прибежал, правда? Вот. Поняли, да? Значит, если ребенок полностью сохранен, как будто там что-то есть, нет? То достаточно его оставить в покое с этой темой, и за неделю, за вторую все произойдет само. Оставляем только в лексиконе две фразы. Вот горшок, помнишь, если захочешь, вот сюда. Ну, там или в туалет, если уже достает, и есть какое-то сиденье такое с маленькой, с маленьким отверстием, скажем так. Вот. Что я говорила? Значит, в лексиконе оставляем только то, что вот горшок, если захочешь, и если не получилось, туда говорите фразу, ну, ничего страшного, в следующий раз получится. Вот. И если заметалась, она к вам прибежала, за какой-то там помощью расстегнуть памперс, или там потеряла где горшок в полюзрении, да, только помочь. Все. Остальных разговоров быть не должно. Но еще есть и другая сторона, когда ребенок не сохранен, когда есть у нас какие-то неврологические заболевания, психические заболевания. Вот. На это обращают внимание, когда уже случилось 3 года, 4 года, а ребенок продолжает какаться в штаны, а еще и играет со своим калом, допустим, не брезгует где-то чего-то размазать, попробовать, ну, в общем, поиграть, то это точно мы идем к психотерапевту, к неврологу, к психиатру, к психологу я говорила, да, и начинаем советоваться. Вот. Как правило, это есть диагноз этому всему. Вот. И ребенком занимаются специалисты. То есть исправляют одно, и попутно исправляется вот эта проблема. То есть не с этой проблемой борются, а вот с источником, скажем так, с причиной. Вот. Поэтому, если вам еще нет трех, если ваш ребенок полностью сохранен, если все развивается в норме и хорошо, а, по-моему, вы писали уже не раз, и, по-моему, там все нормально, то отпустите и увидите, как это произойдет. И, да, кровать смените. Кровать смените. Ребенок, конечно, почти трех лет не должен спать грудничковой вот этой вот. Если я правильно вас поняла, вот с этими решетками в кровати, он должен самостоятельно иметь возможность выйти и зайти. Здесь, получается, запертое, да, пространство. Запертое кишечник, запертое пространство, запертое видение мира, запертое ощущение. То есть здесь такой какой-то подтекст такой идет. До 2 февраля Марина, как и только когда, спит. Почти три года, ответили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова